О том, как в самой Сирии реагируют на заявления из Москвы, Парижа и Вашингтона, расскажет наш специальный корреспондент Дамаск Евгений Поддубный. Инициативу Москвы о передаче сирийского химического оружия под международный контроль положительно восприняли и в правительстве страны, и на улицах столицы. Многие жители Дамаска решили, что подобный поворот в истории сирийского кризиса не оставит даже формального повода для американского нападения. На улицах Дамаска обсуждают последние сообщения из Москвы. Российский план здесь считают идеальным выходом и для Сирии, и для США. Скажите, Вас обрадовало, что, скорее всего, войны не будет? Меня очень обрадовало, что Россия нашла такой выход из ситуации. Химическое оружие должно быть под контролем международных организаций, а в итоге его надо уничтожить на всём Ближнем Востоке. Я думаю, теперь Америка не посмеет ударить по нам. У Сирии отличные союзники, которые не позволят США уничтожить ещё одну страну. Очень хорошо, что именно Россия предложила план передачи химоружия под контролем мирового сообщества. Это значит, будет всё честно и без провокаций. Это старейшая кальянная в Дамаске. Здесь обычно играют в нарды или карты. Теперь многие читают газеты и обсуждают последние новости. Будет ли президент США усиливать давление на Сирию после российской инициативы? Готовы ли в Вашингтоне ждать? Ведь быстро схему передачи химоружия под контроль международного сообщества разработать невозможно. Эти вопросы здесь задают друг другу, пожалуй, все. То, что руководство нашей страны сразу же согласилось на предложение России, говорит о том, что мы не хотим ни на кого нападать. Нам это просто не нужно. Наша армия не применяла химическое оружие. И теперь главный вопрос – что делать с отравляющими веществами, которые есть у боевиков? А вот на этот вопрос ответа здесь нет, пожалуй, ни у кого. Армейские подразделения неоднократно находили склады с химическими веществами в районах, которые долгое время контролировала оппозиция. И многие эксперты считают, что возможны провокации со стороны террористических группировок, которые связаны с Аль-Каидой. Особенно в случае, если Вашингтон окончательно откажется от планов ракетного удара по сирийским объектам. Евгений Поддубный, Александр Пушин и Дмитрий Масленников. Вести. Из Дамаска. Сирия. Сирия.